В этом видео мы поговорим про то, где можно оставить запросы помощи и получить его. Мы поговорили про функцию сообщества. Также вы можете получить какую-либо консультацию, либо же кому-то помочь с тем или иным вопросом непосредственно в том курсе, в котором вы сейчас проходите обучение. Что я делаю далее? Я перехожу в урок. После этого прохожу те самые шаги, которые были предусмотрены автором этого обучения. Выполняю все необходимые задания. Теперь я попал в раздел «Напишите запрос о помощи». Собственно, здесь уже внутри конкретного урока вы сможете, выбрав определенную категорию, указать ваш запрос о помощи. Например, порекомендуйте какую-либо книгу блогера, подскажите, как делается вот это, возможно, у кого-то был опыт и так далее. И таким образом вы очень легко сможете его запостить именно через это окно. Прекрасно, мы это сделали и двигаемся дальше. Также здесь автором курса был предусмотрен пункт помощи другим участникам, поэтому все очень просто. Здесь я сразу же вижу тематические запросы от других участников и, быть может, я смогу им помочь с их вопросами. Как вы видите, все запросы тематические, то есть по той теме, где я прохожу обучение. За счет этого создается очень крутое сообщество экспертов, которое помогает друг другу развиваться и передает знания абсолютно бесплатно. Поэтому, если мне есть что сказать, я могу нажать на кнопку «Комментировать» и указать свой комментарий. После этого нажимаю кнопку «Отправить». Если сказать мне нечего в этом уроке и по этой теме, то я нажимаю на кнопку «Перейти к следующему шагу». Продолжение следует...